Какой он большой! Зона тут на спарк. Есть! Не знаю, будет вам слышно или нет. Петухи поют. Мы находимся на Пенегском проспекте. С левой стороны счастливое детство. Сзади меня называется Санпарк. Бывший восход. Идем на пляж. Пара зарташе идет. Плюс 6 градусов, дорогие друзья. На сегодня температура воздуха должна раскачаться за плюс 18. Дальше будет похолодание. Аж до воскресенья где-то 15 будет в среднем. Вот такая вот немайская погода. При том, что в апреле у нас давило 32 температура. Но надеюсь, что в скором времени все изменится. И лето вступит в свои права. Сегодня предлагаю вам небольшой обзор пляжиков. Пробегусь я 2,5 километра отсюда. Добежим до пляжа Эллада. И по пути посмотрим, как выглядят наши пляжи. Посмотрим, что там с морем вообще происходит. Также сегодня в нашем видео вы посмотрите, как мы ходили моим подписчикам кататься на САПах. Они в районе Гранд Отеля сдавать будут их все лето. Вы тоже сможете воспользоваться их услугами. Потому что САПы новые, классные. Меня поставили на САПы. И я пошел уже по волнам. Товольно-таки весело и непринужденно. Ну, а теперь по пляжам начнем. Утро на море прекрасное, классное. Дюна у нас зеленая. Там собаки сидят, ждут тех людей, кто их кормит. О-о-о. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу. Все, знаете, какое количество. Тут у нас санпарк выставляет свои пляжики. С этой стороны на весике уже под реализацию лежачков готовы. Потому что этот пляж тоже, в принципе, пользуется популярностью. И так повсеместно все пляжи уже застраиваются. Кстати, радует, что море почистилось. Можно сказать, что сегодня мы без водорослей будем. Пришла волна, было небольшое течение. И водоросли, которые здесь стояли, прокачало. Это прям прекрасно. Море чистое, манящее и классное. Первые бегуны с утра. Они прям очень радуют. Нас затягивает большими облачками. А с той стороны заходят уже тучи. Надо видеть из его. Сегодня обещают пасмурную погоду. Но настроение, надеюсь, что это не изменит. Не ваше, не мое, друзья. Ну, пляжи вы видите, да? Что все заделываются, так сказать, благоустройствами элементами. Элементами заработка. Но самое пока проблемное пляж это Давиль. Впереди я вам его покажу. Пляж Давиля. Ну, в чем проблема? Для нас с вами в том, что здесь даже 10 метров нет. И, в принципе, выставлен готов к функционированию. Но печальность ситуации это не отменяет. Очень бы хотелось бы ответ нашей прокуратуры. Почему людей забрали в территорию. А так всем хорошего отдыха, кто туда едет. Тем более первые люди уже несут не заря на пляже. Это хорошо. Здесь вообще прекрасно. Квястночка, дома с ребенком и моречка. Я, кстати, не знаю, куда в утро все ушли. Если вы их где-то обнаружили, присылайте видео на телегу. Буду рад вашей информации. Они просто так не растворяются. Частично, видите, выбросил на джигах, но не все. Следующий пляжик благоустройный. Это уже ближе к кольцевой улице. Моджестик. Тоже все готово для отдыха их отдыхающих. Это уже выход на пляж. Здесь пляж Кристалла. Какая-то часть, так оружие сейчас нет. Кристалл Плюс у нас есть на обзоре. Море тоже чистое, прекрасное. Моняши берег вычищен, за что тоже спасибо большое. Здесь, наверное, пляж Софии выставляют. Пока только забор. Ну, тут расстояние без претензий. Видели ролик, ребята сняли про вот этот туалет. Молодцы, агоний. Юмор топчик. Этот пляж тоже был уничтожен штормом. Честно, не помню, как он называется. Но мы подбегаем к выходу на море, где буревестник. А вот это у нас море лето, по-моему, называется пляжик. Мы пока городили территорию. Море тоже чистое. Но проход сам на море выглядит вот так. Дальше у нас как раз-таки, наверное, буревестники. Пляжки находятся. Хотя, может, это библиот. Посмотрите, как эстетично детей городили канатом. Территорию видно и не вызывает отторжения. Морская тематика красива. Перед ривьерой тут не разобирали эти навесы. И так всю землю простояли. Ляг в ривьера. В этом месте тоже нету. 20 метров. Это все ален. И давили ривьера. Такое ощущение. Как будто их прям реально прокуратура покрывает. Замечая нарушение нашего водного кодекса. Слышечки стоят там. Тоже уже все было останавливано. Потому что разрушений тут было просто нереально много. Сейчас уже отдыхают люди по-любому. Детки играют в песочки. Так что всем хорошего отдыха желаем. Здесь тополиный проезд. Выход. Вот этот пляжик я по названию не знаю. Вывисок пока нету. Здесь прокат будет. Это пляж Славянки. Подписан все отлично. Навесы. Кто же кто-то оставляет пляж. Кто непонятно. Сейчас будет, не знаю, самый позорный что ли. Забор на пляже. Здесь людей становится многое. Посмотрите. Какая изгородь. Забор еще просто длиннющий. Как думаете, кто за ним отдыхает? Это санаторий юности. Это наши полицейские. Вот мне всегда интересно узнать бы. А все прикольно им отдыхать. Смотреть на море в клеточку. Или прямоугольничек. Это прям. Выглядит прям трешово. Еще одна тема вот с этой хренью. Зачем они это делают? Пляж, видите, никто не убирает с утра еще. А трактора у нас уже проходят с бараной. Перемешиваю песок с мусором. Ладно, просеивал кишлев скабы. Молодцы, красавцы. Но вот это не понять лишь. Вот кляж напротив кристалла выставляется. А это, по-моему, сам кристалл. Дальше у нас такие пустынные территории. Насколько я помню, были. Но тут хорошо, есть турничок. На нем можно всегда поподтягиваться. Мы добежали уже до пирса. Два километра, 270 метров. Почти плыву на маршруту. Море на всем протяжении чистейшее и красивейшее. Что меня очень радует. Надеюсь, вас стоит орнуть тоже. Это секретный пляж. За пирсом, напротив кары. Здесь нет загорода, все свободно. Так что, если будете в этих районах, пробуйте апплотрам сюда, и все приплывает на лифтинге летом. Кормится рыбка, которая прячется под пирсом. Вот, как бы, чем она получит других курортов. Возможно, что до берега моря. Что по высокому берегу идти, смотреть на море. Что здесь я бегу. Туда еще можно бежать километров 25-30, если не больше, до конца Набского района. Здесь я добегаю до пляжа Лады. Дальше пляж Золотые пески. Ну и все джематинские. Посмотрим, может быть, я следующий день приду, и здесь бы сделан парабешку. У меня же в эту сторону, возле того забора, заканчивается. Мы не сачкуем, бежим. Так что наслаждение получено только от стопа. Вот брать, пускайся, выбегаешь, там такая бац, анапа. Красота. Здесь, надеюсь, все больше уже. Купающиеся есть. Достояние поднимающее. У нас грибовая часть. Рисунок находится впереди. Мы от носа до доски делаем вот так вот грибок. Перехват весла происходит вот таким образом. Если мы погребли чуть-чуть справа, то у нас, соответственно, нос поворачивается в ту сторону. Вот. Чтобы нам плыть прямо, мы делаем вот таким образом перехват. Посмотрите, попробуйте. Вот. Вот таким образом. Раз, два. Чтобы сделать более резкий разворот, мы откидываем весло как можно дальше от доски и делаем вот такой большой грибок. То есть, соответственно, у нас доска, она как можно резче развернется. Главное, чтобы у нас рабочая часть весла находилась в каком-то большем воде. Ставим весло перед собой. Ставим вот на ручку. Ставим левую ногу, ну, либо правую. Вторую ногу. И потом вот так поднимаемся и сразу весло опускаем в воду. Потому что это у нас третья нога. Вы сразу почувствуете опор. Лучше того, если вы свалились в воду, что наверняка произойдет, и так же может и со мной произойти, у вас к ноге будет привязан лишь. Это чтобы доска от вас далеко не убежала. Плываете к доске, ставите руки вот таким образом посередине поставили руки и чуть-чуть вынырнув, навалились на доску. Вес тела перемещаем. Либо правую ногу наваливаете, либо левую. За ручку дергать бесполезно, потому что доска пойдет за варь, и она, соответственно, будет переворачиваться. Если же в процессе доска перевернется и находится вот в таком положении, отплываете к ней сзади, и в воде она очень легко переворачивается. Хватаете вот так вот двумя руками, и просто ее переворачиваете вот таким образом. С Богом. Давай, пробуем. Колени, может, еще чуть пошли? Так, чуть пошли колени, чуть пониже надо наклониться, просто так у тебя будет более устойчивая позиция. Только не падай. Тут под тобой уже очень глубоко. Хорошо. Ну, видели, ребята, какие грибы? Это вообще просто. Ну, вот примерно все цель. Может, впереди будешь снять. Ха-ха-ха. Я по кругу плыву вокруг вас. Давай. Ставим левую ногу. Потихоньше поднимаем. Уф. Бодрук. Да. Молодец. Давай, давай, давай. Гриби, давай уже. Ну да. Ко мне. Да, разворачивайся. Такая красота, ребята. Музычка на пляже. Ими тут такие. Слушай, на тебя в татуе спортивная стойка. Все правильно. Колени, да, дорабатываю. Да, молодец, молодец. Давай, спереди, спереди. Что, тебя послевай. Давай, красиво проплывай мимо. Ну, так, короче, действительно интересно, она не упала. Ну, тоже прикольно. Сейчас у нее ноги забьются, и у нее все получится. Тебя навыслишь, зачем мне на диване не сиделось? Хорошо же было. Все было хорошо. Это называется, я с девчонками больше не играю. Она ни разу не упала даже. Вот насколько быть маленькой хорошо, да? Да. Проще держать баланс. Это я тут учился, много раз упав. Сейчас, кстати, вот на такой водичке очень хорошо получается. Плюс мне рассказали, как правильно все это делается. И получается очень-очень круто. Ну, что я даже стоял на доске неправильно. Надо стоять вот за этой петлей. А я старался туда подачи вывести. И вот такой, в которой я стою, это называется спортивный. То есть это быстро, да, получается? Все. И сразу она тут на спор... Ес! Ура! Снято было. Конечно. Отлично. Как водичка? Хорошая. Все, закончили упражнение? Ты помнишь, что делать на середину доски руки? Упираешься, поднимаешься. И вот так руками опираешься и чуть-чуть подпрыгиваешь, да. Ну, как жалко, что я далеко. А у меня так хорошо там все подпрыгивает. Ну, как тебе спортивная стойка? Не такая устойчивая. Ковыня. А еще вопрос. Знаешь, что такое? Не смотри на попы, а смотри на стопы. Ты что, на мужиков засмотрелась? Ты опять застарая? Я просто вопрос задал. Я не знаю мужиков. Да не знаю. Мы на пляже что-то ходим. Все, тут много голых мужиков. А я еще тфу-тфу-тфу не падал. Е! Опять, посмотри, мужики на лодке едут. А теперь ваш отзыв о сапе. Мне очень понравилось. Пойдем делать зарядку уже. Ты не замерзла, нормально? Нет, никак. Все отлично. Вот что значит девочка с севера. Я понял, что пешком ходить быстрее. Так, ребят, я тоже один раз прилетел. На причем небольшой глубине. Так смешно, я просто засмотрелся. Куда? Не знаю. Я в восторге от того, что сейчас я так хожу на сапе. Это очень круто. И спасибо большое за такую возможность ощутить себя и на другом сапе. То есть сапы хорошие. Мне понравились мощные такие. Ай, вот он, красавчик! Ух! Где-то еще. Вот он сзади один. Второго не вижу, я его опустил. Идем за дельфинами. Один, вот второй дельфин. Савчик, вот он ты. Вот это да. Друзьяшки, как он, такая красота. То, ради чего. Вообще люди любят сапы. Ой, красавчик. Он идет ко мне. Вот он. Ай, привет, красавчик! Какой он большой! Вот это да! Так, ребята, впереди рыба. Рыба прыгает из воды. Почему такая небольшая? Дельфины начали охотиться. Ух! Вздох. Все, там много рыбки было-то. Ну, еще один. Супер просто. Вау-эффект! И в наказание, короче, за то, что они не успели за дельфином. Можно чуть пониже. Вот, отлично, да. Красота. Так, и сколько вам так надо простоять? Полчаса, да? Полчаса, да? Все, никак. А ты сколько держишь планку? Я не засекала. Ну, примерно. Ну, не знаю, минуты точно пронесли. Ну, давай. А улыбаться мы будем? Тебе фоточки потом красивые нужны. Как тебе встреча с дельфинами? Мне очень понравилось. Фантастика, да? Где? Не вижу, где? Вот они, вот они! Да. Это было просто нереально круто и неожиданно, на самом деле, когда появились дельфины. Ну, я надеялся, что будут дельфины. Но все равно это было неожиданно. Слушай, она как-то долго держит там, да хватит уже. Зачем? И они так здорово нам показали. Все свои спинки так попрыгали, хорошо. Вообще, кайф. С этим согласен. В общем, САП это очень интересная тема. Если бы не было ветра, было бы еще гораздо круче. В плане того, чтобы нам не надо было против ветра сопротивляться, и было бы гораздо легче идти по морю. В общем, фильм вообще гораздо комфортнее. Да. Ну, даже сегодня, вот то, что я видел, когда снимал, там была боковая волна сантиметров сорок. И я шел вдоль волны, меня поэтому очень часто переворачивало. То есть у меня еще опыта вообще никакого у него. Сегодня я прям себя гораздо увереннее чувствовал на САПе. А вообще под шторм прям выходил. Ну, почерпить можно тоже классно. Спасатели Малибу. Давай-давай-давай-давай, мы в тебя верим. Ты не туда пошла. А меня хватит. Это не я пошла. Говорил тебе, не пей перед САПом. Ну, получилось все, даже дельфины. Это очень-очень-очень-очень круто. Мне очень понравилось. Я так восхищалась, возгнела, потом пацаны выпали. Я так расстроилась за вас. Да, а я не расстроилась. Да, ничего страшного. Все хорошо, да? Да, ей жарко стало. Добрый день, как вас зовут? Антон. Я инструктор по САП-бордам. Это у нас исключительно новые доски. Их будет в количестве 15 штук. Будет прокат как самостоятельно, так же с инструктором. Будут индивидуальные занятия обязательно с детьми. Утренние, вечерние прогулки на закате. Фотосессия будет входить в стоимость проката с инструктором. В соцсетях у нас будет указана вся программа ежедневная. Ежедневный будет фотоотчет по утренним прогулкам, по вечерним прогулкам, так же по индивидуальным занятиям. Ждем потепления лета. Вроде бы мы сегодня, в принципе, не замерзли. Советую вам САПы. Особенно не с первого раза. Потому что в первый раз мне не зашло, я падал. Второй раз я вот целенаправленно в прошлый раз учился. В этот раз мне объяснили то, чего я не знал, не умел. И в итоге на САПах получилось просто великолепно. И плюс подарочные дельфины. Это было очень круто. Координаты Анкрона все у нас есть в описании. Ищите, пользуйтесь, кайфуйте. Доски просто пушка. Я прям, конечно, у меня дорогая доска, а эти еще круче, чем моя доска. Вот так вот бывает. То есть они почти по деньгам, если не ошибаюсь, процентов на 100 дороже, чем стоимость моей доски. То есть эти где-то больше сотки. Ну, я думаю, эксперты придут и скажут. То есть хорошее оборудование, хороший прокат. Я думаю, что мы еще походим. Вместе с ними в том числе. Всем пока-пока.